Всем доброе утро! Сегодня у нас 25 марта. Девчонки, рассказываю, как вчера прошел мой день по самочувствию и по похудению. Так как порции были маленькими, по 200 грамм, и первый прием пищи у меня был 140 грамм, 4 приема пищи вчера получилось. Вы знаете, я чувствовала, что мне нужен каждый последующий прием пищи. Я сейчас четко не могу сказать, был ли это голод или была ли это эмоциональная зависимость, но было такое ощущение, что мне нужен следующий прием пищи. То есть я не могу от него отказаться. Если я, например, продлю время больше, чем 3-4 часа, то, скорее всего, будет срыв. То есть я вчера это, кстати, понимала. И у меня вчера я то четко планировала, что у меня будет все-таки прием пищи пятый. То есть я это понимала, когда был четвертый прием пищи. Вы знаете, я не могу сказать, что я как бы не наедалась этой едой, которую я ела. Сначала, когда я ее съедала, я и наедалась. Но когда потом немножко время проходило, было какое-то такое ощущение, что следующий прием пищи, он мне нужен. Вы знаете, я не считала каждую секунду, каждую минуту. У меня такого не было. Но вот каждый прием пищи, он у меня был где-то вот... Ну, первый прием пищи был утром, да, завтрак. Второй прием пищи был спустя 4 часа. Следующий прием пищи был спустя 3 часа. Следующий тоже. Ну, в общем, последующие были каждые 3 часа. Не меньше. То есть я поглядывала на часы, чтобы было не меньше. Но я не ждала, понимаете, у меня не было такого, что вот прошел час, и я прям остальные 2 часа жду, когда они пройдут, чтобы поесть. То есть такого вот состояния не было. Ну, в принципе, да, я уже не первый год на диете, и я по времени вообще-то как бы ориентируюсь уже без часов. Приблизительно сколько время? Ну, приблизительно. Вот, поэтому сильной уж надобности вот прям каждую секунду, минуту не было вчера считать. Как же у меня все-таки получилось вчера мне вот это добавлять в пятый прием пищи? Хотя я перебирала, чтобы я могла такое съесть низкокалорийное. Я думала, что, наверное, фрукты нельзя есть, да, но вечером. Но думаю, в одном яблоке большом всего лишь 100 калорий. Думаю, наверное, ничего страшного. Думаю, ладно, съем яблоко. Или думаю, есть у меня этот йогурт, да, тоже он там 100 с чем-то калорий. Это, думаю, немного. Тоже, может быть, можно йогурт съесть, чтобы что-то такое не слопать. Калорийное. Вот в пятый прием пищи вечером уже. И, значит, вечером у меня вчера была тренировка. Тренируюсь, я занимаюсь дома. Мне подарили на день рождения и на 8 марта тренажеры. Один тренажер, это день рождения, который мне подарили, это был степпер. Он как бы там идет, ну, силовая нагрузка. У него есть эти эспандеры, но они мне не нравятся, поэтому я использую просто гири, неопреновые гири. Мне так удобнее. Как бы руки можно поднимать в разные стороны, потому что вот эспандеры, которые идут к степперу, они только вот до грудной клетки. То есть вы можете как бы руки в стороны, туда-сюда, но выше, чем вот плечи ваши наверх, руки вы уже не поднимете. Значит, а второй тренажер мне подарили на 8 марта. Он рассчитан на как бы помощь в занятиях уже пресс, пресс, руки, там ноги можно. Он на полу, то есть вы как бы на полу занимаетесь в горизонтальном практически положении. То есть пресс качаете, да, там руки можно покачать, понажимать ноги на нем, понажимать, покачать спину там, сзади руки перевернуть, как бы вот так, да, и покачать спину сзади. Вот для чего вообще мне, в принципе, эти тренажеры нужны? У меня вообще не было необходимости в этих тренажерах дома, тем более вообще никогда. Мы каждый год ждем, когда нам вот на этой пустой площадке, куда сваливают снег, она у нас давным-давно пустая, когда нам построят спортивный центр. Нам сейчас из года в год это обещают, лапшу на уши вешает администрация, что они нам здесь построят. И взрослый, и детский, значит, досуговый спортивный центр. То есть отвели ребенка на спортивные занятия, и сами можете пойти тоже в это время на спортивные занятия. И это длится уже несколько лет, и с года в год они прям рьяно нам это обещают, и мы в надежде ждем, но ничего не происходит. Это длится уже, я не знаю, мне кажется, года три. А до этого момента, когда у нас по Москве начались первые, знаете, такие установки тренажеров на улицах, мы тоже просили у администрации, чтобы они эту площадку реально заставили тренажерами. Она такая, знаете, открытая, она привлекает внимание, и много людей разного возраста ходили бы на эту площадку. Она просторная, и здесь можно было поставить много тренажеров. Я думаю, что люди бы занимались с удовольствием спортом, и, может быть, вели больше даже здоровый образ жизни. Но нам, в общем-то, отказывали в этом. Говорили, что эта площадка предназначена под что-то другое. Является собственностью города, и, значит, на что-то она, короче, другое предназначена. Но не под то, что желают жители района, понимаете, тем более для оздоровления. В общем, вот как-то так происходит. И поэтому я поняла, что уже нам будут долго-долго вешать на уши лапшу с этим спортивным центром. И опять нам, представляете, в этом году опять тоже как бы пришло оповещение там в соцсетях, что опять планируется там строительство спортивного этого центра, и все уже, знаете, никак не реагируют. То есть ровно относятся к этой информации, потому что уже никто не верит, что нам что-то здесь построят спортивное. Поэтому у меня появилось такое желание как бы дома, да, что-то такое иметь для занятий, чтобы мне помогало в занятиях спортом. Для чего мне нужно занятие спортом? Для того, чтобы... У меня, конечно, основная цель, чтобы подтянуть кожу на руках, чтобы она сильно не висела после 108 килограмм. Сильно повисла кожа вот в этой вот зоне, чтобы сильно она не висела. И на животе рыхлая кожа такая. Вот. Хотелось бы тоже, чтобы она была... Ну, в общем, чтобы эта рыхлость ушла. То есть я не собираюсь там накачиваться до каких-то пределов, там, знаете, в спорт ударяться. Прям, знаете, там, чуть ли не в бодибилдинг до такого, да. Нет. И хочу, чтобы просто вот как бы подтянулась кожа на руках, вот это вот основное, вот в этой зоне провисла, да. Ну, я, кстати, знаете, я вот даже не знаю, подтянется она или нет. Потому что, вы знаете, вот эту провислую кожу я вот этим летом обращала не только у людей, которые, видимо, были крупные и потом похудели, да. Но я еще обращала внимание у девчонок, которые всю жизнь вообще худые. И у них тоже, они худые прям. Ну, можно сказать, что у них вот обтянута кожа, кости кожей обтянуты сильно, да. И... Секунду. И у них все равно, вы знаете, вот они просто когда там как-то стоят вот так вот, да, и у них видно, что у них висит кожа хоть какие-нибудь такие худенькие прям вообще. Вот. Ну, я, в общем, попробую. По крайней мере, я занимаюсь. Мне становится как-то получше, когда я занимаюсь такой спортивной активностью, скажем так. Как получше самочувствие становится. Такое физическое, я имею в виду на физическом уровне, вроде как и полегче становится двигаться и ходить. Ну, в общем, вот как-то так. В общем, плохого ничего от этого пока не вижу. Но и сильно уж себя я там не перегружаю до какого-то прямо, знаете, там поглощения в спорт стопроцентного. Так что такие вот дела. Вот так прошел мой день. А, и вот к чему я, значит, рассказываю про этот спорт. И вы знаете, у меня вчера, короче, после, получается, ужина, да, там спустя, значит, после собрания, уже после собрания, вот как раз у меня была тренировка часовая, то есть полчаса у меня с нагрузкой на степпере тренировка, и полчаса, значит, вот этот пресс, сзади спина, там еще руки тоже, ноги, тоже полчаса. То есть в общей сложности час на данный момент. И вы знаете, у меня эти занятия, они у меня отбили, как сказать, тягу к еде. То есть отбили прямо, то есть я поняла, что мне вообще не нужен прием пищи вот этот пятый, но я выпила стакана три воды. Вот. Но есть не хотела. То есть у меня отбил, как бы, вот этот спорт, я не знаю, мне потом стало жарко, я открыла форточку, вот. И отбила у меня спорт, тягу к еде. Но я так подумала, но я же не могу целыми днями, да, вот если бы я сама себе была предоставлена, может быть, я могла целыми днями спортом заниматься, чтобы отбивать тягу к еде. Но так как я себе совершенно не предоставлена, сама себе, то и спортом, соответственно, я могу заниматься только вечером, и то не всегда, потому что иногда есть, как бы, вечерние какие-то поездки, дела, и уже, знаете, в 11 ночи какой спорт. Уже не будешь никаким спортом заниматься, потому что просто-напросто ты потом не заснешь. Будешь, как бы, и в тонусе, и, мне кажется, в каком-то перевозбуждении от спорта, и уже не будь спокойного сна, вот в том числе. То есть всё должно быть в меру. Так что вот такие вот у меня дела, девчонки. На сегодняшний день, сегодня буду продолжать свой рацион дробный. Приглашаю вас присоединиться к диете, к питанию такому дробному. Я не считаю, кстати, что это диета, я больше считаю, что всё-таки это питание. Мне хотелось бы, чтобы у меня, если честно, осталось это на пожизненное. Потому что я не, сейчас, видите, я не ставлю себе такие рамки. Первый день, второй день, третий день, 125 день на диете. Потому что мне хотелось бы, чтобы у меня это было пожизненное. Пожизненное заключение. Пожизненные рамки такие. Мне спокойно, кстати, знаете, что из-за того, что у меня всё-таки разная еда была, в 4 приёма пищи еда была разная, кроме двух перцев. Вот это перца-монстра. То меня не тянуло на что-то. Представляете, я обратила внимание вчера, что меня ни на что не тянуло. То есть вот чтобы там пойти на всё плюнуть и пойти что-нибудь такое вкусненькое съесть. Там типа, не знаю, пачку чипсов, короче, съесть. Или пачку там сладких вот этих хлопьев пойти съесть. Не было. Хотя у меня еда была перед моим носом, в принципе. То есть я как-то нет. Вы знаете, не было никакой тяги. И сегодня утром тоже, кстати, я встала, сегодня детям решила сделать эти... Они у меня вообще творожные сырочки едят с утра. По сырочку с чаем. Так я им решила сегодня намазать шоколадной пастой. Хлеб намазала. Обычно меня смущает эта шоколадная паста. То есть мне тоже хочется. А сегодня, знаете, как я так спокойно так к этому отнеслась. То есть спокойно им намазала бутерброды пастой. И, не знаю, спокойно. То есть я не хотела себе тоже намазать бутерброд и пол батона хлеба смолотить. Нет. Вы знаете, не было. Я даже сейчас этого не хочу. Я сейчас пью, на самом деле, кофе. Кофе все налила без сахара. И когда попью кофе, через час я съем йогурт точно такой же, как вчера. Так что такие у меня дела, девочки. Всем желаю приятного аппетита, отличного настроения. Впереди будет мой рацион дня. Сегодня я очень надеюсь, что у меня тоже, кстати, состоится тренировка. Если она состоится, кстати, то она у меня отобьет пятый прием пищи. Я так думаю, что она стопудово отобьет. Если, конечно, тренировка не состоится по каким-то причинам, то, блин, наверное, будет пятый прием пищи все-таки. Вот. А, кстати, знаете, забыла что сказать. У меня от вчера до сегодня ушло 500 грамм. Я, кстати, хотела это в начале видео сказать, забыла совсем. Билл, кило, короче, ушло. Не знаю, вода это или жир. Но я сильно, сильно, девчонки, отеков я не чувствую на себе. Да, я такой вес, прям такую тяжесть я чувствую в организме. Но чтобы у меня ноги были отекшие или руки были отекшие, чтобы ноги у меня не всовывались в тапки или в ботинки, такого у меня нет. То есть, не знаю, может быть, нет отека, но вот вес как бы большой набрался. Так что такие вот дела. В общем, всем хорошего настроения. Впереди будут мои тарелочки. На обед у меня консервированный тунец. Здесь 190 грамм. Следующий прием пищи у меня корейская морковка. Казалось бы, что ее так много, такая огромная тарелка. Но здесь всего лишь 155 грамм. На ужин у меня картофельное пюре. Без молока, без масла, просто на воде. 100 грамм. Колбаска говяжья 50 грамм. И огурец соленый 50 грамм. Всем приятного аппетита!